Привет! Все меня спрашивают, как я режу пакеты на пряжу. Вот я сейчас хочу показать. Вот пакет. Складываем его, как он в магазине. Это место я не отрезаю. Я отрезаю ручки чуть-чуть подальше, то есть он примерно. Если тут бывает иногда дырочка, то я ее отрезаю до дырочки, отрезаю ручки. Нам не надо сейчас. Потом я отрезаю внизу каем, где-то 3-5 миллиметров. Потом, значит, складываю. Один раз выглаживаю, второй раз. Потом переворачиваю. Вот сверху получается в один слой. Можно сказать, что вот, как круговую в один. Примерно посередине я надрезаю. Всю вот эту часть я надрезаю до конца, до одинарного слоя. И каждую часть на три раза. Можно нарезать по-разному. Мне просто нужна такая пряжа такой ширины. Можно нарезать любую ширину пряжи. Теперь я складываю. Получилась такая лапша. И начинаем надрезать. Это место не нарезанное, то есть идут надрезы. Мы сейчас начнем наискосок. Вот от края к первому надрезу сверху. И так продолжаем. У нас уже лента получается на краю. И так продолжаем непрерывно делать ленту до конца пакета. Если все делаете правильно, то получится непрерывная полоска. И в конце, когда у нас вот так осталось, то есть я вот от нижнего края иду так же, продолжая вот эту часть, сохраняю как лента до конца и на нет. Вот. Все. Теперь за кончик беру и начинаю сматывать. Просто сматываю не туго. Еще такой момент я всегда стараюсь убрать. То есть вот блестящая сторона, там где надписи или рисунки, краска, да, я ее стараюсь внутрь сложить. Потому что когда вяжешь, чтобы зелье потом не пачкало, лучше вот эту блестящую сторону убрать. Можно это потом делать, когда вяжешь. Так не экономится время, когда сматываешь, чем потом все это прятать. В общем, это не важно, как удобно. Вот такие клубочки получаются. Ну, в общем, все. Так я делаю пряжу.